Троечку, прямые удары, три удара, лево, право, троечку. Еве всего 15, но удар у нее не менее тяжелый, чем у Тайсона. В бокс пришла в 9 лет. Этот спорт любит ее папа. Когда рядом с домом открылась школа по боксу, Ева записалась туда в числе первых. Сейчас девушка победительница региональных соревнований и призер всероссийских олимпийских надежд. Благодаря последним Ева попала в сборную страны и в ее составе в ноябре улетела в Болгарию на европейское первенство. Провела я два боя. В полуфинальный бой девочка была уже пошустрее. То, что это первый бой, я еще не продышалась, к рингу не привыкла к этой обстановке. Полуфинальный бой был тяжелее. Сколько длился бой? Единогласно победила, то есть три раунда по две минуты. Преимущество мое было именно в передвижении, что девочка была покрупнее и помедленнее. Затем, как Ева билась за европейское золото, ее родные и наставники следили в режиме онлайн. Просто сижу и подсказываю. Потому что каждый день я им давал задания, что делать, как работать. Конечно, я волнуюсь. Естественно, тем более, это девушка первый раз на международный турнир. Естественно, переживаю. Но я уже прошел много-много всего, поэтому я был уверен, что она выиграет. Золото международных состязаний – это еще и пригласительный на бал чемпионов. Мы ежегодно проводим бал чемпионов. Мы всех спортсменов поощряем и благодарственными письмами, и грамотами, и денежными вознаграждениями. Если позволит ситуация с распространением коронавируса, бал проведут зимой. После возвращения из Болгарии Ева возьмет паузу на два дня, потом вернется к тренировкам. В следующем году ее ждет Кубок наций в Сербии. Мария Минина, Денис Оснач, 31 канал.